привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале арбакайте высказываться на тему свого отказывается и решила последовать примеру отчима галкина который признан российской федерации на агентом и зарабатывать в израиле вместо россии кристина после отмены концертов в родной стране поехала выступать в израиль однако гастроли оказались провальными 53-летний арбакайте прискакала в израиль она со своим большим гастрольным туром в этом году выступила лишь в двух городах санкт-петербурге и москве кристина надеялась спеть в кремлевском дворце в честь дня защиты детей но ее вычеркнули из программы теперь арбакайте подалась в израиль цена билета в переводе на российские рубли от 5 до 10 тысяч в конце июня исполнительница хита перелетная птица прибыла в тель-авив и пригласила израиль тян на свои шоу в эфире местного радио арбакайте напомнила что в ее репертуаре есть песня мир которым я живу сделав акцент на слове мир также певица пообещала что ее мать пугачева будет петь уточнив по крайней мере в моих песнях да и снова в опале арбакайте с треском провалилась на концерте в израиле певица не смогла собрать полный зал даже родство с пугачевой не помогло она опубликовала в своих соц сетях отрывок с концерта в израильском городе хайфа на кадрах был запечатлен полупустой зрительный зал вторую половину занимали по большей части пожилые люди задумка арбакайте не сработало и на гастролях в израиле заработать не получилось впрочем как раньше в сша где певицу разнесли за дороговизну билетов вот и в израильской хайфе зал был полупустой а зрители вели себя не особо заинтересованно и оживленно в итоге собрать аншлаг так и не получилось специально для своих израильских поклонников арбакайте подготовила программу также на концерте не обошлось и без от пугачевой гастроли арбакайте в израиле не оправдали ожиданий сбежавший из россии певицы то ли вспомнить ее аншлаги в россии где публика рукоплескала стоя однако очевидно что эти времена для упорно молчащий артистки остались в далеком прошлом а зрители израиля вообще возмутились гастролями арбакайте считая певицу и ее родных пережитком прошлых лет продолжающим всеми способами держаться за место на эстраде главной причиной негативного отношения к артистке оказались ее не самые выдающиеся вокальные данные которые она компенсирует хореографией и как считают многие фонограммой отсутствие живого исполнения по мнению израильтян оскорбляет зрители поэтому в стране крайне неохотно раскупали билеты на шоу дочери пугачевой нашла лазейку где мать там и дочь без нее 0 кристина ты петь абсолютно не умеешь певица без голоса звучит как безалкогольные виски трудно поверить что наши израильтяне упадут до этого уровня под плинтусом она поет только под фонограмму это прямое оскорбление публики но вперед на концерты если нравится чувствовать себя униженными так же как и мать всю сознательную жизнь обманывает людей под фонограмму и доченьку научила у которой голоса никогда не было они просто привыкли обманывать а я бы вообще эту русскую эстраду в израиль не пускала нечего их кормить давно пора на отдых здесь тебе не обломится поезд ушел целуйте рельсы страшилки две старинные часы и чучело еще идут гневно высказываются израильтяне но что тут сказать за что боролась на то и напоролась песни и конечно хорошие покупали но женщина совсем безголосая каждая вторая а лучше споет